Всем привет дорогие нажиманы, герой сегодняшнего обзора, новинка от компании Киршоу, новинка 2016 года, нож который называется Киршоу Вальмара. Для начала хочу сказать, что нож заказал у меня один из моих заказчиков и у меня он находится по-моему 3 дня. И вот за эти 3 дня делая многочисленные подходы к этому ножу, честно сказать, я так до сих пор и не сформировал какого-то своего окончательного, однозначного мнения. А не сформировал я его вот по какой причине. Как вы видите, нож представляет из себя сплошную сложную форму, при этом он еще довольно-таки небольшой, что вызывает, ну лично у меня, некоторые вопросы к его эргономике. 180 мм общая длина этого ножа при длине клинка 75 мм, при этом весит он в принципе не очень много, 112 грамм его общий вес. По традиции начнем с рукояти. Рукоять из себя представляет два стальных лайнера, разделенных, ну вот таким вот нейлоновым бэкспейсером. Здесь нейлон усиленный стекловолокном. Собственно говоря, из этого же материала сделаны и накладки рукояти. Вот таким образом они выглядят. Накладки, как вы видите, текстурированы в такую мелкую текстурку, ну и имеют поперечные С-образные линии. Накладки хочу вам сказать, ну вот эта вот текстурка, собственно, накладкам большой цепкости не придает. В общем-то нож несколько скользит в руках, как сухой, так и мокрый. Все это дело с помощью бэкспейсера, как я уже сказал, и четырех винтов скрепляется между собой, ну плюс и осевой. Для ношения ножа на кармане присутствует вот такая вот клипса, клипса с претензией на глубокую посадку, но полностью нож... Не скроется так, как будет торчать кончик. На кончике этого ножа находится у нас вот такое вот темлячное отверстие. О клипсе можно сказать следующее. Несмотря на то, что она имеет небольшой подъем кончика, она в меру такая жесткая, поэтому довольно комфортно. Крепится на карман, хорошо удерживает нож на кармане и хорошо снимается с кармана. Нож по конструкции у нас является флипером, он оснащен системой спецейф и для его открытия используется вот такой плавничок, оснащенный небольшой насечкой. Ну и собственно после задействования этого плавничка, таким образом выбрасывается подпружиненный клиночек. Лайнер-лок здесь используется замок, вот таким образом становится лайнер. И вот отсюда хорошо видно, что в осевом у ножа стоят две бронзовые шайбы, скорее всего бронзовые. Ну назовем их так, шайбы желтого металла. При этом у клиночка отсутствует вертикальный люфт, но и есть еле ощутимый вот такой вот горизонтальный, но такой микроскопический. В общем-то я думаю проблема решится просто небольшой подтяжкой осевого винта. Ну и сразу обратите внимание, что клинок оснащен вот такими вот широкими, плоскими и абсолютно нетравматичными насечками. Сам клиночек, ну как вы видите тоже он сложной формы, S-образный, с S-образной рекурвой. Выполнен он из стали 8-хрон-13-малибден-ванади. Имеет спуски, чуть выше середины клинка они начинаются, спуски вогнутые. И сведен клинок, ну порядка 0,5 мм. Причем сведен он здесь равномерно по всей длине клинка. Клинок обработан в stone wash finish, что в общем-то будет хорошо скрывать разные царапки и потертости. Ну и вот так вот выглядит кончик у клинка. Кончик, как видите, довольно тонкий. Я бы его назвал не ломовым, я бы его здесь назвал больше колющим. Ну и вот хочу обратить ваше внимание вот на такое небольшое фальш-лезвие. С одной стороны оно вроде бы как усиливает проникающую способность, с другой стороны за счет ромбовидного сечения клинка вот в этом месте придает какую-то прочность этому клинку. Ну и настало, пожалуй, время поговорить об эргономике ножа. И, собственно говоря, несколько моментов в эргономике мне не дают до конца определиться. Да, да, нет, нет. С одной стороны, как вы видите, у ножа довольно-таки широкая удобная рукоять. А с другой стороны нож сам небольшой, а поэтому рукоять, ну, не очень длинная. И даже для моей не очень широкой ладони, мне кажется, что рукоять все-таки коротковата. Вот именно таким хватом, вернемся сейчас к насечкам, при котором большой палец ложится на насечке на клинке, мне держать нож не очень удобно. В это время мой мизинец пытается все время соскользнуть с рукояти. Вообще, такое ощущение, что нож хорошо адаптирован и рассчитывался вот на такой хват, назовем его молотковый, и вот на такой хват обратный. Причем на обратный хват тоже вот так вот с положением большого пальца на пальцах руки, а не на верши рукояти, хотя, в общем-то, и так он лежит неплохо. А вот такой хват с положением большого пальца на насечке, как я уже сказал, мне неудобен. Мне хочется постоянно захватить нож именно вот таким образом, благо на клинке есть для этого, ну, вот такое вот углубление. Собственно говоря, и вот таким хватом для какой-то нарезки мне явно не хватает вот в этой подпальцевой выемке пространства. Опять же, мизинец постоянно упирается в уголок и хочется скачать, а вот таким образом нож удерживать не очень хорошо. В одном из предыдущих обзоров у нас в комментариях развернулась дискуссия, для чего же нужна рекурва, имеет ли она какие-то полезные свойства, хорошо ли это, либо плохо. С чистой эстетической точки зрения ножи с рекурвой смотрятся, конечно, я бы сказал, очень даже неплохо, и некоторые очень даже хорошо. Но чисто с практической точки зрения, когда ты садишься точить такой нож, возникает к нему несколько вопросов, в частности про точки, ну, вот этого места изгиба, который переходит в брюшко. И для того, чтобы заточить такой нож, надо обладать определенными навыками, ну, и главное, даже не навыками, а, в общем-то, подходящими инструментами. Поэтому лично я не хочу заморачиваться и предпочитаю с такими ножами не связываться. Ну, а с третьей стороны, вот таким вот клинком, конечно, удобно резать с потягом на себя, или совершать движение в английском языке, которое называется слайсинг. Именно благодаря, как раз-таки, вот этому началу изгиба и непосредственно брюшку клинка. Ну, и еще один плюс, в общем-то, у такого клинка, это разрезание каких-то канатов, бечевок и веревок. При этом процессе бечевка очень хорошо погружается в S-образный изгиб и потом разрезается брюшком ножа. Ну, и еще один минус такого клинка, кроме затруднений, которые возникнут у вас при заточке, это, пожалуй, тот факт, что им не очень удобно строгать. Именно вот эта брюшка не позволит хорошо делать строгающие движения. Просто вот этим местом будет впиваться нож, не давая, как следует, снять стружку. Ну, и под конец обзора хочется сказать, что это первая серийная массовая, скажем, модель молодого 22-летнего наифмейкера. А для первой массовой модели, мне кажется, в общем-то, довольно-таки неплохо. Не могу сказать, что первый блин получился комом. Скорее всего, тут стоит сказать, что первый блин получился на любителя. На этом все. Всем спасибо за внимание. Всем пока. До новых встреч.